я приветствую вас друзья это канал веселый инженер меня зовут андрей и тема сегодняшнего видео зубохонингование альтернатива зубошлифованию и что это за процесс естественно все знают что такое зубохонингование шучу не все знают но это финишная операция чистовой обработки зубчатого венца и так погнали для чего все это нужно да ребята действительно как вы видите есть шестерни некоторые шестерни требуют определенных параметров которые можно достичь только финишным операциями допустим такими как зуба шлифования получаемые параметры зубчатого венца шероховатость по зубу а 0363-125 микрометра и степень точности 5-7 если у вас такие параметры это вам по-любому понадобится зубошлифование а также может пригодиться и зубохонингование и так давайте продвинемся дальше где применяют зубохонингование давайте немножко окунемся в теорию технологический процесс зубохонингования нашел широкое применение в производстве зубчатых колес например в авиационной промышленности он используется как супер финишный процесс обработки после операции зубошлифования в автомобильной промышленности этот процесс используется как финишный после химико-термической обработки для устранения термических поводок деталей однако в этом случае процессу хотела предшествует операция зубошлифования фирмы hurt germania разработан процесс сферического зубохонингования реализована на станке модели zh250 cnc который позволяет исправлять значительные погрешности с зубонарезания их от его в настоящее время этот процесс успешно используется рядом западных фирм в серийном производстве зубчатых колес автомобильных коробок передач в качестве финишного процесса обработки которому предшествует операции зубонарезания и х то как вы видите друзья до термические палатки данная процесс устраняет но уже точность зубчатого венца должна быть соответствующая то есть проводится зуба шевенкования дату есть перед термообработкой то есть уже вас профиль практически готов и потом уже проводится зубо ханинга я не как финишная операция чистовой обработки из зубчатого венца и так как выглядит инструмент для зуба ханинга вания собственно говоря выглядит он так зубчатый абразивный венец ступица которая уже крепится непосредственно на технологическом оборудовании инструмент для зуба хорнингования называют абразивный хон он похож на шестерню но зубчатый венец изготавливается из абразивных материалов которые спекаются с определенной связкой естественно это если сказать проще абразивный зубчатый венец то есть это получается как шестеренка только из абразивных материалов схема зуба хорнингования и так вот так выглядит схема зуба хорнингования как увидите есть абразивный honda есть сама шестерня до которой обрабатывается то есть все вращается есть продольная подача да то есть перемещается чтобы охватить весь зубчатый венец по длине и вот так происходит в принципе сама обработка видите абразивный зубчатый венец и он трется об венец венец металлический да то есть нашей шестерни которую мы с вами обрабатывать мы подводим вращается все крутит шестерню похож допустим этот процесс полностью копирует по своим движением обычное шевингование мне кстати есть видео по шевингованию можете его найти на канале и так положительные моменты при использовании зуба хорнингования и так устранение заусенцев и забои на поверхностях зубьев возникающих при термической обработке и транспортировке колес положительное уменьшение шероховатости поверхностей зубьев шевингованных и шлифованных колес да ребята именно даже после зуба шлифования бывает проводят зуба хорнингования но это уже когда требуется повышенная точность зубчатого винца повышение точности зубчатого винца это соответственно это же чистовая операция зубообработки температура в зоне контакта зубчатого хона заготовка невысока в отличие от зуба шлифования поэтому на поверхностях зубьев не образуются прижоги и микротрещины это сохраняет твердость и структуру поверхностного слоя зубьев да действительно что здесь каждый зубчик работает отдельно и в отличие от допустим того же червячного зуба шлифовального круга до трения здесь ниже да то есть вернее но не ниже она просто такое прерывистая и поэтому успевает охладиться как деталь так и режущим грубо говоря инструмент это очень положительно влияет в принципе на всю обработку дальнейшую работу зубчатого винца высокая производительность безусловно зуба хорнингования производится с большой скоростью и используется в крупносерийных и массовых производствах где изготавливают зубчатые колеса на этом все друзья спасибо за просмотр не забываем ставить лайк и делать репост своему другу на этом у меня все пока пока